Добро пожаловать! Спасибо за ваше внимание к нашему контенту. Если вы интересуетесь нейросетями и хотите узнать больше, то не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы начинаем! ChatGPT – это мощная модель машинного обучения, которую можно использовать для генерации текста, похожего на человеческий. Потенциальный вариант использования ChatGPT заключается в создании контента для веб-сайтов или публикаций в социальных сетях, чтобы помочь получать доход за счет рекламы или партнерского маркетинга. Сегодня мы разберем 10 примеров того, как можно использовать ChatGPT для повышения вашей доходности. И первый вариант – это создание контента для веб-сайта. ChatGPT – это модель естественного языка, разработанная OpenAI, которая может генерировать тексты на основе ранее выученной информации. Это инструмент, который может быть использован для различных целей, таких как автоматическое генерирование текстов, диалогов и другого содержания. Особенно полезным использованием ChatGPT является создание контента для веб-сайтов. Например, вы можете использовать его для написания статей, блокпостов или описания продуктов. Это поможет вам увеличить качество содержания на вашем веб-сайте и улучшить его посещаемость, что в свою очередь может повысить доход от рекламы или партнерской программы. В примере, который мы видим сейчас, я попросил его написать продающий текст на тему беспроводные наушники. Получилось неплохо, кратко, понятно и не упустил ключевые слова. Написание постов в социальных сетях. ChatGPT может быть очень полезен для повышения эффективности публикации в социальных сетях. Он может помочь создать посты, которые привлекут внимание пользователей и повысят охват вашей аудитории. Это может привести к увеличению взаимодействия с вашим аккаунтом, что в свою очередь принесет дополнительные доходы или возможность сформировать партнерство с брендами. Особенно полезно использовать ChatGPT для улучшения публикаций в социальных сетях, которые используются для маркетинговых целей, бизнеса или блогинга. Теперь давайте адаптируем этот текст под стандарты Инстаграма. Как видите, добавлены не только значки мелодий, огонек, но и добавлены хэштеги. Ну разве не чудо? Создание бесед с чат-ботом ЧатGPT может быть использован для создания реалистичных и естественных диалогов для чат-ботов, которые призваны общаться с клиентами, отвечать на их вопросы и предоставлять им необходимую информацию и поддержку. Это может оказаться особенно полезным для компаний, которые хотят улучшить их онлайн-опыт для клиентов и увеличить личный доход. В примере на видео мы видим, что чат-ботом сам предугадывает, какие вопросы могут быть от пользователей и какие ответы на них необходимо давать. Отличный подход. Кстати, в конце видео будет небольшой бонус-контент. Досмотри обязательно и увидишь. Создание писем для рассылок по электронной почте ЧатGPT – это инструмент, который может быть использован для различных целей при написании электронных писем. Он может помочь вам создать уникальные и привлекательные электронные письма, в том числе тематические реплики, приветствия, обращения и т.д. ЧатGPT также может быть использован для создания персонализированных электронных писем для вашей целевой аудитории. Использование персонализированных электронных писем может повысить заинтересованность людей в вашу продукцию или услугу, что в свою очередь может привести к улучшению финансовых показателей. Давайте попросим написать письмо на вышеупомянутую тему для email-рассылки. Также не забываем о теме письма. 5. Создание описания товаров для электронных продаж ЧатGPT может быть использован для создания убедительных и достоверных описаний продуктов для веб-сайтов, которые продают различные товары. Это может улучшить эффективность продаж, предоставляя потенциальным клиентам подробную и аккуратную информацию о каждом продукте. Кроме того, использование ЧатGPT позволяет уменьшить время, необходимое на подготовку описаний и гарантирует сохранение стандарта качества и униформности языка на всех страницах веб-сайта. В дополнение, при использовании ЧатGPT можно генерировать описания для большого количества продуктов одновременно, что делает процесс более эффективным и экономичным. Давайте попросим ЧатGPT написать описание для товара беспроводные вакуумные наушники с набором амбушюров. Кратко? Понятно. Идем дальше. Создание контента для онлайн-курсов и обучающих программ. ЧатGPT может использоваться для усовершенствования качества образовательных материалов, таких как онлайн-курсы и руководство. Это может быть полезно для улучшения востребованности курса, усиления его ценностей для потребителей и увеличения успеха в его продаж. В частности, ЧатGPT может помочь создать более детальные и интересные описания, предоставлять более глубокую информацию и повышать высокое качество обучения. Давайте попросим написать контент-плант для курсов по основам языка Python. Все разбито по темам, под темам. Очень классно. Если у тебя есть достаточно знаний и опыта в сфере какого-либо языка программирования, бери готовый контент-план, записывай обучающие ролики и продавай свой курс. Готово. Планирование видео и аудиоконтента. ЧатGPT может быть использован для эффективного планирования и создания видео или аудиоконтента, такого как эпизоды подкастов, например, или посты в Инстаграме. Это принесет дополнительные преимущества, увеличивая вовлеченность аудитории и улучшая эффективность рекламы или продажи реферальных продуктов. Давайте попросим написать контент-план на неделю для Инстаграма на нашу тему. Мы видим, что ЧатGPT расписывает все по дням, начиная конкретно с презентации, не забывая о видеообзоре, конкурсе, плюс подбор музыки, что очень круто придумано, на мой взгляд. Бесценный инструмент, если вы SMM-маркетолог. Создание контента для бумажных и электронных книг. ЧатGPT также может использоваться для помощи авторам в создании письменного контента для книг, как в бумажном, так и в электронном виде. В результате авторы могут сэкономить драгоценное время, повысить свою производительность и значительно улучшить качество создаваемого контента. Давайте попросим написать небольшое вступление в рассказ, заложить его фундамент, так сказать. Тема. Мужчина живет долгое время один, его преследуют потусторонние силы. Получилось. Неплохо. Я думаю, если потратить на эту задачу чуть больше времени, то можно добиться отличного результата. Новостной контент и дайджест новостей. ЧатGPT может быть использован для создания подробных и актуальных дайджестов новостей, чтобы удерживать заинтересованность аудитории и повышать вероятность получения платных подписок. Использование ЧатGPT для создания информационных рассылок может существенно упростить и ускорить процесс, давая вам возможность быстро и эффективно донести до аудитории самые важные и актуальные новости. Давайте для примера напишем дайджест на новость о выходе нового айфона. Дайджест СМИ это информационный продукт, который содержит краткие обзоры, аннотации и основные положения статей, в котором сжато передается содержание каких-либо публикаций. Да, мы не указывали, что за айфон, какие характеристики. Мы ведь просто разбираем сам подход к выполнению задачи. Дайте ЧатGPT какую-то новость, попросите написать по ней дайджест, он ее изучит и готово. У вас есть краткий пересказ и основные моменты статьи. Перевод при помощи ЧатGPT. ЧатGPT прекрасно справляется с написанием контента на разных языках, которые могут быть полезными для компаний или индивидуальных пользователей, стремящихся расширить свой многоязычный спектр аудитории и продвинуться на новые рынки. При использовании ЧатGPT вы можете экономить время и усилия, увеличивая производительность, и получить высококачественные, аккуратные переводы, которые помогут улучшить ваш онлайн престиж и привлечь новых клиентов. Возвращаясь к теме наших беспроводных наушников, вы, например, решили продавать их в Италии. И вам нужен продающий текст для беспроводных наушников на итальянском языке. Алгоритм тот же. Просто делаем запрос на написание продающего текста на итальянском языке, тема «Беспроводные наушники». Зрители, которые знают итальянский, напишите в комментарии, как он справился с этой задачей со стороны грамматики. Все ли верно? Итак, давайте подытожим наше видео. Чем же полезно применение искусственного интеллекта при создании контента? Первое. Это эффективность. Использование искусственного интеллекта для создания контента может значительно ускорить и улучшить эффективность процесса благодаря автоматизации. Это особенно важно для компаний, которые постоянно генерируют большое количество контента. Второе. Масштабирование. С помощью ИИ компании смогут гибко регулировать масштаб производства контента, отражая потребности целевой аудитории. Модель искусственного интеллекта может постоянно улучшаться, переобучаясь на новые данные и стандарты, предоставляя тем самым все более точные результаты. Третье. Персонализация. Контент, созданный при помощи искусственного интеллекта, может быть настроен индивидуально для каждой аудитории с помощью различных шаблонов данных, что приводит к более высокой эффективности в привлечении клиентов. ИИ может анализировать данные о поведении клиентов, использовать их для создания контента, который будет привлекателен для конкретной аудитории. Четвертое. Экономия ресурсов. Длительное использование искусственного интеллекта для создания контента может оказаться выгоднее, чем на внимание людей, потому что модель может быть использована многократно, без дополнительных затрат на персонал. Ей не нужен отпуск или больничный. Но. Очень важное замечание и ремарка к этой мысли. Обратите внимание, что контент, созданный искусственным интеллектом, все равно должен проходить дополнительный контроль человеком, чтобы соответствовать юридическим и этическим стандартам. И пятое. Это генерация идей. Модель искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, способны производить новые идеи, что является важным преимуществом в использовании ИИ. Итого, ChatGPT – это неоспоримый инструмент для создания насыщенного контента и увеличения аудитории в социальных сетях. Он может принести выгоду в виде рекламных ландоходов, партнерских маркетинговых программ и сотрудничества с брендами. Следует также понимать, что создание контента с помощью ChatGPT требует четкой стратегии и определенной целевой аудитории. Важно всегда проверять, исправлять и модифицировать выходные данные, чтобы следовать юридическим и этическим стандартам. Качество обучающих данных имеет ключевое значение для точности и эффективности ChatGPT, поэтому важно использовать качественные и актуальные источники для обучения. Общими словами, ChatGPT – это мощный инструмент, который может помочь улучшить производительность, увеличить доходы, но его эффективность зависит от четкой стратегии и качества обучающих данных. А теперь обещанный бонус-контент. Помните, мы писали вопрос-ответ для чат-бота? Я сгенерировал небольшой кейс для такого чат-бота. Давайте используем эти данные и попросим ChatGPT написать этого бота при помощи языка программирования Python. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получился вот такой вариант. Видно, что создаются переменные с нашими данными. Далее условным оператором if идет перебор и взаимодействие с пользователем через input. Кто знаком с темой написания ботов на Python, напишите в комментарии, как вам его решение. Всем спасибо за внимание и просмотр этого ролика. Я желаю вам успехов в познании и вдохновении при использовании инструментов на основе искусственного интеллекта. Всем удачи и до следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok